Итак, дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро. Мы продолжаем изучать Торум. И конкретно мы сейчас изучаем тему, которая мега важная. Говорят, что это самая важная тема. Почему это самая важная тема? Потому что из-за нарушения вот именно этих заповедей, которые Всевышний нам заповедовал выполнять, из-за этих нарушений еврестий народ находится уже две тысячи лет в изгнании, разрушен храм и новый храм пока не построен. И второе, в жизни каждого человека в отдельной все зависит от того, что он говорит. Это законы лошанара, законы злоязычия, сплетничества, что можно говорить, что нельзя, как говорить и так далее. Это самые важные законы, потому что человек строит свою жизнь своим языком. Он строит ее, он думает, он планирует, он разговаривает с собой, он оценивает. Все идет через речь. Мы сейчас изучаем законы речи. Книга называется, написал ее Хафетсхайм, такой великий человек. И книга называется Шмират Алашон. Сохраняем свой язык. Она разбита на ежедневные уроки. Вот мы идем ежедневно. Вот 20 минут мы ее учим и будем в ближайший год ее учить с Божьей помощью. Потому что вот я скажу так, что когда-то я ее изучал и потом забыл. Ну, это как спорт. Это как спорт, когда ты тренируешься, ты сильный. Ты перестаешь тренироваться, ты слабый. Вот Максим знает, жизнь и смерть на конце языка. Да, это из Мишни. Хорошо, двигаемся, значит, по книге. Мы выяснили, что за грехи Лошанра был разрушен храм. И, значит, за грехи разрушен храм. За грехи, вот эти именно грехи злоязычия, продолжается изгнание. Сейчас мы дошли вот до третьего дня, третий день мы сейчас изучаем. Говорит нам Хафетскаем следующую вещь. Значит, почему он говорит, Тора так устражилась именно в этом грехе, он говорит. Ну, есть же много грехов, но почему это причина разрушения храма и причина изгнания? Почему? Потому что когда ты говоришь Лошанра, когда ты говоришь злоязычие, то ты усиливаешь обвинителя, прямо он пишет, большого обвинителя на народ Израиля. И через это ты убиваешь людей во всех странах, получается. Представьте, один говорит Лошанра здесь, он усиливает этим ангела на небе, который отвечает, ангел-обвинитель. И от этого ангела-обвинителя идет негативная вот эта вот энергия, и люди умирают в разных странах мира. То есть народ Израиля это как один человек, как одно целое нить и такой организм. Это когда получали Тору, то написано, что весь народ Израиля стоял у горы Синай, и они были к иши хат к левыхат. Они были как один человек, как одно сердце. И они соединились тогда, между ними не было никаких перегородок. То есть это вот главная заповедь Торы вообще. Главная заповедь Торы это Ваавта Лереха Камоха. Возлюби ближнего как себя. Что значит возлюбить ближнего как себя? Это значит с ним соединиться в одно целое. И вот когда весь еврейский народ тогда выполнил эту заповедь, все стояли как человек один, как одно сердце, тогда у них появилась возможность, они стали как сосуд, принять всю Тору и постигнуть Тору. То есть это очень такая важная вещь. Теперь когда кто-то говорит Лошонара, он как будто бы усиливает этого ангела на небе, который есть специальный там ангел-обвинитель. Здесь приводит он целый отрывок, целый отрывок он приводит из книги Зоар. Это Каббала, в которой он рассказывает, там Зоар вся написана на арамейском языке, рассказывается про этого ангела. Мы сейчас это все пропустим. Значит, и об этом написано, он говорит, в Талмуде. В Талмуде сказано так. Коля Мисапер Лошонара. Каждый, кто рассказывает злоязычие, вот этот Лошонара, он поднимает грехи до небес. То есть получается, что это такой очень, можно сказать, катализатор. Вот знаете, есть такой яд, новичок. Мне было интересно, что за новичок, что так про него говорят. Оказывается, этот яд, он везется в разных патетиках, в разных бутылочках, патетиках. То есть сам по себе каждый компонент, он не вредный. Ты можешь совершенно спокойно везти один компонент. Но когда ты их соединяешь, с этого момента, это яд, который убивает. То же самое Лошонара. То есть, казалось бы, человек сказал какую-то, мы позже узнаем подробности, что такое Лошонара. Вся книга этому посвящена. Что такое злоязычие, что можно говорить, как оно работает и так далее. Там есть очень много нюансов. Сейчас мы пока входим в тему, входим в тему. В общем, вот это злоязычие написано в Талмуде. Оно увеличивает грехи до небес. То есть оно является катализатором на другие грехи. Значит, дальше пишет он следующую вещь. Хавицхаем, он пишет следующую вещь. Есть еще одна очень вредная вещь в Лошонара. Она очень сильно вредная. Смотрите, как работает. Вот говорит человек один, он говорит такую вещь. Да, я слышал много раз. Я с ума сойду от этого ребенка, говорит мама. Когда он уже остановится. Ну, что-нибудь она говорит такое нехорошее, но пустое. Теперь, если бы эти слова были не пустые. Представьте, если бы она знала, что в ее словах заключена сила. Разве бы она сказала про себя, я с ума сойду. Или я сдохну там. Люди такое говорят. Они бы в жизни это не сказали. Но Всевышний, он всех любит. Если человек начинает пользоваться вот такими вот пустыми негативными словами. Но он ими пользуется очень много и часто. То Всевышний отключает силу его языка. То есть, чем он больше говорит Лошонара, тем меньше говорит Хавицхаим. Значит, через то, что человек делает изъян своему языку запрещенными разговорами. Он после этого, он как бы останавливает свой же язык от силы святых слов. То есть, потом его молитва не работает. Ровно в той же степени, в какой человек использует злоязычие, ровно в той же степени он отключает силу своей молитвы и силу, когда он говорит святые слова. Представляете? Значит, это тоже очень понятная вещь. Потому что, если бы люди, которые пользуются злоязычием, если бы их слова сбывались в плохую сторону, то вообще бы мира бы не было и людей бы вокруг не было. Так Всевышний делает для них добро. Он отключает их язык и в молитве тоже. И получается, у них ни там не работает, ни здесь не работает. Понятно, да? Теперь дальше. Дальше он пишет следующую вещь. Пишет он так. Здесь есть еще третий. Третий аспект в Лошонера. Значит, он пишет так. Значит, ну, он пишет так, что это продолжение второй вещи. То есть, человек, который говорит Лошонера, он усиливает этого негативного ангела, который производит негативную энергию на небе. Дальше. Он отключает у себя силу говорить позитивные вещи. И как следствие, если он у себя отключает силу говорить позитивные вещи и с помощью своего языка создавать святость в этом мире, то глобально мир ухудшается, потому что, то есть, он не создает. Он мог бы создавать столько святых вещей. Например, если бы эта мама знала силу своих слов, она бы своего ребенка постоянно благословляла. Вместо того, чтобы сказать, ты там грязнуля, она бы ему сказала, ты какой хороший мальчик, как ты становишься аккуратнее с каждым днем. Я тебя благословляю, чтобы ты клал свои вещи на место, чтобы ты убирал за собой, чтобы ты был здоровый и так далее. То есть, она бы все время его бы благословляла, чтобы Всевышний был с тобой, он бы тебя сохранял, охранял. То есть, мама бы, она бы каждым своим благословением, она бы увеличивала присутствие Всевышнего в этом мире. Теперь, что происходит наоборот? Наоборот, происходит так. Она говорит какую-то негативную вещь на своего же ребенка. Эта негативная вещь, она включается, но она включается не сильно, то есть не на полную мощность. Но почему она включается не на полную мощность? Потому что вообще отключается у нее сила разговора. И тогда, даже если она потом его благословляет, нету силы в ее благословениях. Представляете? Это сегодняшний урок про Лошонарам мы закончили. Я хочу рассказать вам историю о том, как был разрушен второй храм. Это очень известная история, ее изучают, как раз она написана в Талмуде, в трактате Дитин, есть такой трактат. И там рассказывается, задается вопрос, да? А почему был разрушен второй храм? Ну, что же это такое? Был второй храм, было там, приносили жертвоприношения, соблюдали заповеди, было очень много хороших вещей. Получается, Талмуд говорит, ну, разрушено и приводит несколько причин. Значит, приводит несколько причин. Основная причина – это беспричинная ненависть друг к другу, которая выражалась как раз в этом злоязычии. Но Талмуд спрашивает, а фактически? То есть, давайте посмотрим на действия фактические, которые происходили. Вот как в Медилат-Эстер. То есть, мы смотрим, когда мы смотрим на события Пурима, Медилат-Эстер, мы говорим, почему Аман возненавидел еврестий народ? Потому что Мордыха ему не кланялся. То есть, ему один человек не поклонился, и у них возникла личная неприязнь такая, да? Хорошо, значит, вот же причина. Значит, но Аман, он не захотел убить одного Мордыха, Мордыха, а он захотел убить весь еврестий народ во всех странах. Талмуд говорит, а за что? Секундочку. Но не бывает же, что человеку приходят неприятности. Это закон Талмуда, закон Торы, что все, что приходит на человека – это следствие его прошлых каких-то ошибок или каких-то действий. Значит, Талмуд говорит, а почему было постановление на весь еврестий народ? А потому, что 9 лет назад все главные евреи пришли на пирах Ашвироша. Талмуд говорит, ну хорошо, они пришли на пирах Ашвироша. Они пили там, там были храмовые сосуды, все. Но, а весь еврестий народ при чем? Они это были руководители народа. Как есть такое выражение, что, ну там, есть евреи, которые на виду, Ротшильды там, ну такие, которые на самом виду, а расплачиваются за все, за, вспомнил это как было, за Троцкого расплачивается обычный еврей, простой еврей, да? То есть, он ничего не получал, революцию не делал. Но из-за того, что были такие, как Троцкие, были вот эти вот евреи, которых были там 100 человек, 200, 1000 человек, да? Но расплачивается весь еврестий народ. Так, Талмуд задает вопрос, он говорит, не сходится. Если было постановление на уничтожение всего народа, не может быть, чтобы за то, что 100 человек что-то сделали, было постановление на весь народ. И отвечает тогда Раби Шимон Барюхай, как раз он отвечает, когда угоняли 70 лет назад, 70 лет назад, когда был разрушен первый храм, еврестий народ угоняли в изгнание, на выходный царь, который был на то время, как Сталин, он поставил возле дорог идолов себя, свои статуи, как Ленин, да? Он поставил этих идолов и заставлял всех кланяться себе, что он самый сильный в мире, он власть в мире, нет Бога. И евреи, которые шли колоннами, их гнали, перегоняли с места на место, их тоже заставляли кланяться. И Талмуд говорит, вот за то, что они кланялись 70 лет назад, вот за это сейчас было это постановление Амана, прошло 70 лет. Да, он возненавидел Мурдыхая, это была причина личной ненависти. Да, 100 человек пришли на пирах Ашвероша, главные евреи того времени. Да, это тоже причина, но весь народ 70 лет назад поклонился идолам. Тогда ученики его спрашивают, а что тогда Бог их не уничтожил? Идолопоклонство, страшный грех, за него смертная казнь. Тогда отвечает Раби Шиманбарихай, так у Бога же все честно, у Бога все честно. Они поклонились внешне, а в сердце не поклонились. Поэтому Бог на год сделал это постановление, что их уничтожат, а в конце все перевернул, и никто никого не уничтожил, наоборот, они убили своих врагов. Теперь вернемся к второму храму. Вернемся к второму храму. Второй храм, значит, он простал 420 лет, был разрушен в 70 году нашей эры. Талмуд спрашивает, за что беспричинная ненависть друг к другу. Ненавидели друг друга, это грех всего народа. Талмуд спрашивает, а фактически-то за что, как дело-то было? А рассказывается история, было два человека. Был Камца одного звали, а второго звали Бар Камца. И они ненавидели друг друга. То есть, если есть беспричинная ненависть во всем народе, то это отражается на всех этапах. То есть, если мы сейчас посмотрим, в каждой стране, что сейчас в Израиле творится, как ненавидят друг друга, идет война конкретная между этими всякими политическими партиями. Все друг на друга гонят, ненавидят друг друга, страшно. Вообще, такая вот, тот, увы, Российском Союзе понимает, что такое пропаганда. Такая идет пропаганда. Этот Либерман против религиозных. Прям настолько все, знаете, как постанова такая. То есть, идет конкретная идеологическая война одних с другими. И так в каждой стране. В общем, был во времена второго храма, в самом конце, был Камца и Бар Камца. Эти Камца и Бар Камца ненавидели друг друга. И Камца, он устраивал какой-то пир. Устраивал он пир. И в этом, на этот пир он пригласил всех. И его слуга по ошибке пригласила этого Бар Камцу, который был его врагом. Приходит этот Бар Камца, пир. А тот его спрашивает, а ты что сюда пришел вообще? Кто тебя звал? Тот говорит, вот меня позвали. Он говорит, я чтоб тебя позвал, в жизни я тебя не звал. Все, это говорит, уходи отсюда. Тот ему говорит, слушай, смотри, мне неудобно, я пришел. То есть, уже меня люди видели. Давай я заплачу за себя, посижу тихонько и уйду. Значит, тот говорит, нет, вообще нет. Он говорит, давай я заплачу за половину трапезы. Он говорит, нет. Он говорит, давай я заплачу за всю вот эту вот гулянку, только не выгоняй меня, не позорив меня перед людьми. Тот говорит, нет, уходи. Он говорит, и его вытолкнули из зала. И он вышел и говорит, а, говорит, вот раз так, я отомщу. Но я отомщу точно как в Пурим. Я не только тебе отомщу, который меня выгнал. Там сидели за столом мудрецы. Там главный раввин такой, главный раввин такой. Это история в Талмуде, трактат Дитин. Или на русском выбите, за что был разрушен второй храм. И значит, и они все сидели, молчали. Я всем отомщу евреям, всем мудрецам отомщу. Хотя он сам был еврей. И он написал римскому наместнику, он тогда написал письмо, что евреи хотят сделать восстание. Они ненавидят римлян. И вот эти вот раввины, они ненавидят римскую власть. И как доказательство он говорит, я вам сейчас приведу доказательство. Пускай передайте подарок от римского императора. Передайте быка, чтобы они принесли в жертву в храме. И они откажутся. Те говорят, ну давай посмотрим. Берут этого быка. А в храме можно было приносить в жертву только абсолютно без единого изъяна животных. То есть, если был хоть какой-то изъян, то уже нельзя приносить в жертву. И что сделал этот баркамца? Он взял иголочку. Ему проколол, я не помню, или губу, или века. Он его сделал маленький, ему сделал изъянчик, который для римлян он не был вообще изъяном. То есть, ну что, ну там дырочка на губе или дырочка в веке. Но его в храм уже нельзя было приносить в жертву. И он проколол, он знал эти все законы. Самые страшные в роде евреев всегда были евреи, которые возненавидели еврейский народ. И они делали на них, как это называется, кровавые наветы, там разные вот гадости. Это всегда были вот евреи, которые больше всех ненавидели евреев. До сих пор так осталось. И, значит, приводят его в храм. Мудрецы говорят, мы не можем его приносить. Что делать? Что делать? Значит, а этот говорит римлянам, видите, смотрите, губу вот мне подсказывает Виталий Амельчук, да. Значит, смотрите, что эти евреи не хотят приносить. Тогда там целые приводятся, они советовались, мудрецы, что делать. И один говорит, ну давайте принесем, давайте подменим. А там были такие мудрецы? Нет, вот мы, значит, все по закону, как нельзя-нельзя. Чтобы не сказали, что мы приносим с изъянами животных. Один говорит, хорошо, давайте я его убью тогда, этого барканцу. Но реально из-за него сейчас пострадает, пострадает столько людей. Столько людей пострадает, все. И сказали ему, что нет, нельзя. Написано в Торе, цедок, цедок тердов. Написано в Торе, к справедливости, стремись справедливым путем. За это нет смертной казни и не разрешили его убить. В общем, в итоге он все это сделал. И римляне начались там в разные беспорядки. И в итоге был разрушен второй храм. Это не было фактической причиной. То есть есть в пророках, что когда физически храм был разрушен, на небе его уже не было. То есть его разрушили на небе как раз вот этим вот грехом, беспричиной ненависть друг к другу и злоязычие. Все, на этом мы останавливаем сегодняшний урок. Как раз 23 минуты. Завтра будем двигаться дальше. Я считаю, что вот эта тема, что ты говоришь, как ты говоришь, как ты с собой разговариваешь, это самая важная тема сейчас. Поэтому сейчас мы, давайте вот каждый для себя, просто понаблюдайте за своей речью и просто не используйте никакие негативные, вредные слова, которые могли бы причинить ущерб кому-то или вам. Даже себе нельзя говорить. То есть вот просто, когда начинаешь следить за своей речью и перестаешь говорить вещи, которые обидят кого-то, которые сделают ущерб и так далее, ни про себя, ни про других. Вы видите, жизнь начинает меняться моментально. То есть внутри начинает совершенно другой свет, другая сила. Все, тот, кто не говорит лошонара, того молитва слышится. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Всего хорошего. Пока.